Всем привет! Сегодня у нас будут новости Турции. Ну, естественно, к сожалению, моему большому, новости короны у нас возвращаются на телеэкраны. В стране это опять начинается тема мусолиться и обсуждаться, хотя, казалось бы, две недели, как у нас, всё, собственно, уже открыто. И тема эта потихонечку с экранов, кстати, ушла. В новостях об этом мало говорили, столько всего хорошего, всё то открылось, это открылось. Начались футбольные матчи без зрителей, конечно, но всё равно, хотя бы наши мужья мужчин заняты этим. Тоже такое счастье вызывает огромное. То есть, короче, ощущение, что жизнь возвращается на свои места. Начались внутренние полёты в Турции, авиасообщения внутренние. Но, как я во влоге и говорила, у многих отлегло одного места очень легко. И когда мы выходили две недели назад из карантина, у нас было по 800 человек каждый день новых заболевших. Смертность потихонечку падала. Самый низкий показатель смерти за эти две недели было где-то около 12 человек на всю страну сутки. Но всё равно они есть, да. И сейчас, спустя две недели, у нас уже всё увеличилось в два раза, прирост новых заболевших. То есть, 1500, 1400, 1600 даже бывало. И наше любимое правительство издало новое распоряжение в трёх, насколько я поняла, в трёх городах. Это Стамбул, Анкара и Трабзон вроде. Или нет, вроде Трабзон не мог быть. Забыла какой-то третий город. Извините, с головы просто вылетел. Но это не так уж супер важно. Короче говоря, в трёх городах у нас вводится экстра максимальный масочный режим. То есть, ты из дома выходишь уже в маске. Раньше это было, то есть, ты приходишь в общественное место, автобус, такси, короче, где ты контактируешь либо в закрытом помещении, банки, магазины, торговые центры, всё что угодно. Ну, или там на работу. Короче говоря, ты одеваешь маску. То есть, ну, по улице ты спокойно идёшь. Но сейчас в этих городах у нас, ну, вот такая ситуация. Я должна уже, то есть, из дома вообще выходить в маске. Нельзя передвигаться без неё. Как я поняла, штрафы, наверное, будут. Наказание я не услышала особо какое-то будет. Нет, ну, я думаю, просто штрафная система это что-то в таком роде. Но, навряд ли будет слишком много штрафов выписывать. Ну, потому что у нас жара, я вам говорила, страшная духота. Уже были по телевидению у нас в новостях такие сюжеты. Я согласна, мне кажется, это и логично, что вот это ношение масок именно в жару, вот такую, в духоту, которая у нас в этом году, этим летом, увеличивается количество тепловых ударов. Люди падают в обмороке. Это из-за масок, потому что тупо дышать нечем. Ты меньше поступает кислорода, страдает мозг, лёгкие, короче, кровеносная система. Очень много людей, которые падают в обмороке, у которых, казалось бы, со здоровьем всё в порядке. Короче, вся проблема в этих масках. И что могу сказать по ощущениям, когда ты заходишь, ну, я просто скажу, да, торговые центры, кто-то носит маски вот так, ну, короче, в торговом центре вообще нельзя снять маски. Ходят всегда охранники, которые, натяните маску на нос, наденьте маску на нос, обязательно, чтобы нос был закрыт. То есть смотрят за тем, чтобы правильно носили маски, да, не просто открывали. Короче, смысл-то в этих масках же нет, да, его. Ну, в принципе, вообще, идут споры, что если смысла в них нет, да, но если просто, да, доказано, если все будут носить маски, и больные, и здоровые люди, то просто контакт будет меньше этими бактериями, меньше людей заболеет. То есть надо либо не носить маски, либо носить должны вообще все всегда. Вот такая история, да, не то, что кто больной только или кто здоров, вот эта тема вообще не обсуждается. Нос тут носят все, ну, это как бы и логично. Окей, я, в принципе, не против, у меня нет такого, мне как бы жалко людей, которые работают с людьми, на входах там всякие охранники, продавцы в магазинах, все прочие, у которых проблемы с кондиционируем, сейчас расскажу, которые должны эти маски носить и снимать их там меняют только, да, но снимать они их в течение дня не могут дышать, просто тупо нечем. Про кондиционирование. У нас открыли спортклубы, это меня очень радует. В спортклубе члены клуба не должны, не заставляют нас носить маски, но это и нормально, потому что, ну, нереально заниматься, дышать нечем. Буквально только один-два дня назад в моем спортклубе включили нормальное вентилирование, вентиляцию кондеры. Было просто тупо на два этажа открыто, входная там дверь на балкон. Это была система вентиляции в очень многих магазинах, но не в самом торговом центре, в каких-то магазинах, продуктовых местечках, в офисах. Короче говоря, проблемы с очисткой воздуха, и не всегда работают какие-то системы вентиляции кондера, потому что есть определенные санитарные нормы. Во многих ресторанах, кстати, нет, скажем так, кондиционеры не включены. Короче, где-то включают, как я поняла, всякие вентиляторы, ну хоть как-то разгонять воздух, потому что есть санитарные нормы для очистки воздуха. Если, короче, они убивают у вас в системе кондиционирования бактерии, вирусы и все прочее, то вы можете пользоваться. Если нет, то вас не допускают работать и без кондиционера, короче, чтобы вирус убивался в системе вентилирования. Поэтому у многих, либо это может дорого, либо что я не в курсе, но, короче, во многих заведениях, публичных местах кондиционеров нет. А представляете, в жару 40, когда у тебя вокруг в городе раскаленный асфальт, и так дышать нечем, жарит солнце. На градуснике у нас 27, но по факту нельзя пройти спокойно там 5 минут на открытом солнце, ну, с места А, с места Б, да, потому что просто тупо жарит, блин, кожа, знаете, лопается. Очень-очень сильно жарко. Короче говоря, все стараются в дневное время, в жару, у кого дети, все сидят дома и гуляют либо рано утром, там, в 10 утра, либо вечером, там, после 7, все вываливают потихоньку на улицу. Разрешили заведения, рестораны, все прочие развлекательные места работают до 12 ночи, но в 12, раньше были до 10, первую неделю, потом уже в 12 полное открытие нам сделали. Полиция приезжает, проверяет, чтобы не было музыки, короче, за этим у нас в районе полиция следит, все, просто 12, без 10 где-то, 12, все, вырубается. Что еще хочу отметить, вот это поправляйте маску на нос, но везде это все контролируется, в ресторанах кушают без масок, вот в спортклубе, члены клуба не должны носить маски, не обязательно, но спорттренеры, сотрудники обязаны на них ходят в масках, все везде, в клубе вообще просто все дезинфицируется. Вот что мне еще нравится, стоит всегда пшикалка с дезинфектором, ты можешь сам взять разовые полотенца бумажные, протри себе тренажер индивидуально, если ты там боишься, хотя ходят, протирают, тут вообще постоянно, каждые 10 минут все дорожки. Конечно, человек просто ходит по кругу дорожки, эллипсоиды там, доски для пресса, все прочее, прошел один сотрудник, другой там моет как-то пол, протекаешь постоянно, в действии 2-3 уборщика в спортклубе, нон-стоп работают, все протирают, вообще нареканий нет. Сейчас открыли кондиционеры, слава богу, вообще нормально стало заниматься, в общем, я этому очень рада. В садике тоже как бы вроде все открыто, но по возможности мои, по крайней мере, знакомые, все стараются детей в садик не отдавать, ситуация, плюс новые вот эти заболевшие. Короче, сами понимаете, у кого есть возможность детей либо на дачу возят, либо с ними дома остаются, кто не работает, вот как я, мы тоже, садик я вообще забила, там до осени садик нам не видать. Ну и я, в принципе, как бы я не жалуюсь, это мой выбор, и окей. По поводу тестов на антитела, я не знаю, как сейчас можно прийти в больницу, попросить тест, наверное, за денежку может сделают, переболел ты или нет, то, что мы ждем, собственно, вот этого всеобщего, как сейчас в Москве происходит тестирование. Но в России, в Новосибирске 950 рублей стоит тестирование на антитела в частной клинике. И здесь выборка есть от государства, ходят по квартирам, предупреждают, как бы звонят вам, вы не хотели, хотели бы, короче, выборочно по адресам приходят и берут мазки на тесты. Бесплатно от государства в Турции выявляют вот эту популяцию людей, кто переболел, кто нет, вот это все, короче, статистика, это сейчас готовится, эти тестирования идут вот в таком выборочном порядке. И попадешь, что в них нет, кто, короче, дома находится, того тестирует. Ну, в принципе, логично, нормально все это. По поводу открытия границ туристического сезона, все тоже в таком же положении находится, в такой же ситуации, ничего не понятно. Я, опять же, недавно разговаривала со знакомой, которая работает в туризме здесь с турками и с нашими, они прибыли, ничего не ждут, и непонятно вообще, что как будет, они сами ничего не знают. Туристов как бы ждут, какие меры, надо сидеть ли в карантине, выжидать что-то там две недели, непонятно, короче. Это тема девочки-мальчики подвешенная у нас, поэтому к ней не возвращаемся пока что. По поводу событий в самой стране Турции хочу отметить, что у нас, к сожалению, в воскресенье, вроде бы, 14-го числа было землетрясение здесь в Турции. Это был город Эрзурум в Турции, но там, короче, на границе с Грузией, Арменией, и наутро еще толчки повторялись, тоже немаленькие, и есть разрушения, к сожалению, несколько прям крупных строений разрушены. Но там, так как более провинциальная местность, там дома, знаете, такие, один-два этажа в основном пострадали в какой-то деревенской местности, дома старые, и сделаны, знаете, из глины, с камнями. В общем, они, в принципе, не, ну, меньше бы количества баллов, да, пострадали. Но очень много разрушений в плане дома с огромными трещинами, серьезными. Ну, короче, не слабо так потрясло, и это, конечно, очень печально. Разговоры по поводу, сейчас у нас идут обсуждения, у нас будет в этот выходной праздник день отца в Турции в воскресенье, и разговоры о том, о крупные города, где высокая статистика, например, Стамбул, они закрыт ли их на 3-4 дня карантина, хотя бы на субботу-воскресенье. Вот будем в ближайшие дни это узнавать, на данный момент пока информации нет. Но лично, мне кажется, навряд ли они смогут закрыть, потому что людям нужно работать, зарабатывать денежку, магазины должны работать, продавать, и подарки, и все прочее. Короче, люди настолько засиделись не только морально, но и финансово, но не смогут закрыть, потому что люди пойдут в протест и в оппозицию просто политикам, власти. Поэтому вот нам ввели экстрамасочный режим, что ты, выходя из дома, всегда должен быть в маске в любом месте. Ну, окей, будем куда деваться, главное, чтобы нас совсем уже дома не закрыли и не посадили. Дальше хочу отметить, что в магазинах косметических, где раньше мы трогали тестеры, что-то, трогали какую-то косметику, да, выбирали, пшикали, мазали и все прочее, тестеры напрочь убрали, а те, которые как стенды выдвигаются на эти люксовые какой-то косметики, они замотаны пищевой пленкой, то есть потрогать, поконтактировать, помазать что-то, поюзать ты не можешь никак. Я продолжаю все равно покупать косметику онлайн. Как у вас дела обстоят? Расскажите, что интересного нового. Вот у меня, в частности, дня три назад четыре. Короче говоря, у моих свекров, я не знаю, кто девчонки живет, расскажите, было у вас так или нет у ваших родственников. Моим свекрам государство перевело 3000 лир вместе с пенсией. Ну, как мы поняли, никаких объяснений, ничего этого не было. Мы, как поняли, это за коронаситуацию, какая-то компенсация, скорее всего. Потому что, ну, не могли на карту пенсионную поступить вне государства какие-то деньги, откуда-то. Скорее всего, какая-то такая выплата была, ну, по телевизору каких-то новостей на эту тему не было. Мы вообще очень рады, почему бы и нет, свекр был рад. И, ну, откуда это, узнать корней мы пока не смогли. Я хотела бы узнать, у вас у кого-то у родственников были ли какие-то переводы, выплаты родственникам. Было бы интересно об этом узнать. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока.